Подпишись и поставь лайк за 3 секунды, если ты красавчик! Всем привет, братишки и сестрёнки! На связи Кассина Топки, ребята, и сегодня в гостях у меня Димка Фёдоров. Мы снова с вами находимся в GTA, и это рубрика «Спуск без тормозов по льду». Здорово, ребята! Что ж, ребятушки, в этой рубрике мы тягаем с помощью рандома тачки. У нас очень большой карпак, и в общем-то, ребята, в счёт идут абсолютно все машины из реальной жизни. То есть легковушки, джипы, байки и даже крупногабариты. Плюс, ребята, крупногабариты идут также и из GTA 5 онлайн, потому что они довольно-таки неплохо и интересно летят. Короче, наша задача разгоняться по дуге максимально, сколько паяет тачка. На стрелках отпускаем управление, скользим по льду, и чем дальше добираемся, тем больше баллов, в общем-то, пишем себе насчёт. Довольно-таки прикольный эксперимент, на самом деле. Если не видели, обязательно смотрите до конца. Ну и рекомендую, кстати, ребята, подписаться. И если доберёте 2500 лайков, будете красавцы, от меня вам большая благодарочка. Что ж, молодой, я смотрю, у кого-то что-то воровать собрался. Давай из рандома тачку доставай, а то он стоит уже в позе, он кранётся, кранётся, молодой. Я стою в позе для того, чтобы даягать до 500, понял? Ну, может быть, может быть, делать хорошее. На самом деле, если, ребят, не видели одну из прошлых серий, вот не помню, предыдущая или перед ней, там 4 раунда подряд я по пятихатке выбил, и это было вообще максимально странно, потому что давно такого не было, да, Димон там вообще в ахере сидел. Так, слушай, ну, у меня что-то в Мэнсери какой-то подкачал гелик такой, не очень, 560 тут слабовато прям совсем. 370. Для геликов. 370, ууу, ау, у тебя же тот самый Ниссан голимый. У нас, короче, ребята, ещё есть гоночный болид, который едет там вообще, не едет, грубо говоря. А самое интересное, что я особо-то не улетел, ты ещё и дальше, может, будешь? 130 у меня. Слушай, я 120 у меня. Всё-таки я был дальше, отлично. Слушай, ребята, по нашим негласным правилам тот, кто улетает дальше, спаунит 3 машины, проигравши только 2, и так каждый раунд. У тебя неплохой Мерседес, у меня Сильверада, тоже Мерседес, что-то дырявое, Рос, походу, и Элва. Я буду брать, наверное, Мерс, и ты тоже Мерс берёшь, но выбор здесь довольно-таки очевидный. А что ж, ну, давай, как говорится, старая школа против новой, на самом деле обе хороши. КМР. Что значит КМР на номерах? Ай, хер его знает. Я, блин, короче, на Блэк Раш выбил номера ЕКХ, ну, с обычными, короче, цифрами неинтересными, да, не тройными. И, на самом деле, они стоили до херища, я их забрал, но они были настолько неинтересные, что я решил всё-таки их просто выкинуть, но, тем не менее, такое себе. Ты бы мог продать спокойно за пару мультов. О, ну, я не думаю, что обычные ЕКХ бы ушли очень дорого, но, тем не менее. Ушли бы, Павер, ушли бы. Ты где? У меня 240. 140. О, всего лишь? А чё так мало? Да, да я вылетел, но он в бок полетел. А, понимаю. Ну, я тоже, короче, не идеально пролетел, мог долететь до конца, но, ребята, старая школа лучше новой. Опять-таки подтвердилось. Подолжаем, ребятки. Окей, баллы в карман сположили. Так, это быстренько-сроченько удаляем. Это нельзя трогать. Это, ребята, крашит. А ты его не видел? Ну, скоро загрузится, значит. Твое счастье, как говорится, которое нахрен никому не нужно. Так, 190. А, профессионально, между прочим. Так, ну, слушай, на самом деле это неплохой Икс. 880, как бы. Я прям в тебя лечу. Звучит не очень, потому что там гроб на колесах. Ну, сложно назвать. А он не перевернется с крыши. Ты на крышке гроба тогда уже, если что-то пошло не на крышу. У него, кстати, да, у него же трубы. Сейчас увидишь. Да, я сейчас долечу. Он как вкопанный на крыше. Да ладно, тебе попрыгунчик. Короче, ребята, если мы не сэвим, то мы улетаем в сторону, и это минус 50 баллов. Ну, да, он плоский, в принципе, я так и думал, что скользишь. Там, в принципе, нечем переворачиваться. Тупо кирпичный хитбокс. Ну, слушай, при этом, при всем, он довольно-таки быстро скользит. Неплохо. Очень. И самое обидное, что у тебя будет 400, а я отлетел-то в сторону. То есть у меня 350, по факту, я не засейвил. Обидно. Слушай, а реально имба так-то? Скорость вообще приличная. То есть, ребята, если тачки на крыше скользят, они, типа, постеменно разгоняются, разгоняются. Это просто как... Ну, и по итогу 400 будет. А знаешь, что? Короче, есть такие машины, типа, перевертыши. То есть они, как бы, и, ну, на полу ездят, и если их переведут на крышу, они на крыше тоже ездят. Вот если бы такая же была тачка, вообще была имба, короче. Ну, слушай, неплохая гробовозка. Удивила, на самом деле, 400 баллов неплохо. Так, ладно. Я, на самом деле, не ожидал такого, но, ребята, новые тачки специфичные. Это всегда интересно. Кстати, гробовозки буквально несколько дней, поэтому, как бы, вот увидели новую тачку. Это хорошо. Так, у меня очень хорошая ламба, 300 и Q7, да, Q7 интересный. Так, у тебя ускоряшка, форт, а что за форт это? Джек Дэниелс? Не Джек Дэниелс, странный какой-то. Это считается? Это у тебя шевроле какая-то, поскольку я помню. Нихера ты полноприводный хороший зацеп. Так, ладно. Я уже жалею, что я его взял. Ой, да что тебе. Я очень низкий, прям, да, идеально проезжает под крупногабаритом таким. Так, ну, ламба молодец. Если полетит хорошо, будет отлично, но низкие машины, ребята, о поребрике очень часто бьются и улетают в сторону. Это печаль еще лесная. Кстати, ребятки, в комментариях напишите, откуда вы смотрите, в общем-то, наши ролики. Будет максимально интересно узнать, где вы живете. То есть, с какой страны. Я вот думаю, мне человечек нужен, там, с Казахстана, идеально. В Турции надо аккаунт себе сделать, для того, чтобы в игрушки играть. Вот, я вот чему спрашиваю. Есть среди вас добродетели-то? Слушай. Слушай, я на изи долетаю до 500, походу. Ах, твою мать. Ты не попал в гол, я отлетел. И отлетел. 350 у тебя. А что по скорости было? Неплохо летел. Я не смотрел. Я знаю, что я в три прыжка долетел. Ну, неплохо. У меня пятихатка, ребята, это первый гол ворота. В общем-то, пока болтал, даже сам не обратил внимания, как залетел. Ну, слушай, я удивился, что форт летел очень хорошо. Скорость тоже была приличная. И улетел примерно так же, как у меня внедорожник в том раунде. Понимаю. Я тут, короче, God of War прохожу и почти прошел. Надо вторую часть. Ее хрен достанешь. Обидно, блин. Так, Тесла, Яга. О, Форсаги. Форсаги, Форсаги, Форсаги. У тебя считался, кстати, Хаммер. Ну, я знаю, я его удалил, поэтому я беру рам. Че везешь? Посылки с Азона? Коробки. Не, с Вайлберсом. Вайлберс? Вот такое. Там дороже. Оно сейчас более... Оно более сейчас... Ну, всех на слуху. Ну, не факт. Так, слушай. Ну, Форсаги, как обычно, ребята. Девять сотен практически. Это овер много. Но твой рамчик, я помню, он такой себе был. Медленный. Не особо быстрый. Ну, похоже, да. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это что за реверс только что был в другую сторону? Я не понял. Я так хорошо летел. И в итоге чбак. Да. Четыре сотни прямо в стену. Прямо в мясо. О, я вылетел. 160. Так, сколько у тебя? 160. Я даже, ребята, вот еще не долетел. Вот здесь только Димка вылетел. Понимаю. Так, ладно, ребят. На самом деле-то, если не будем сбавлять темп, будет очень хорошо. Этот внедорожник, может быть, не самый топовый, но он быстрый. Господи, вы что две подряд-то такие дрявые? Так, у тебя резко неплохая. Дождь, возможно, тоже, кстати. У меня, у меня, у меня Дюранга еще. Ё-моё. У меня подборка-то отличная. У меня хорошая тачка по накату раз. Вторая тачка столько же под капотом два. И BMW вообще фуфло оказалось. Я, короче, возьму что, Дюранга? Нет, я не Дюранга возьму. Я возьму подвеску. Поехали. Попробуем. Ну, поехали. Попробуем, попробуем. Дюранга, конечно, ребята, тоже топовый, на самом деле. Ну, я думаю, шансов у меня побольше все-таки. Тем более, если он сейчас кубарем полетит. А я надеюсь, что он кубарем полетит. Все-таки он здоровый. Я еще быстрее тебя. 712. На-нах. Блин, этот тобой пролетел. Да, прям по крыше мог проехать, но там. Немножко в сторону. Так, ну, хорошо пока летит джипик. Джипик молодец. Ты где-то там тоже. Вон, смотри за мной. Я пока лечу. Ой-ой-ой, я на двух колесах проскользил. Вот это было опасненько. И поремник, давай в сторону, в сторону. Слишком жесткая подвеска. О, не, идеально. Я кенгурятникам цепанулся и засейвился. Так, Димка тоже где-то здесь, и он располагался прямо на углу. Я в итоге остановился так резко. 290, что за блядь. 290, ребята, но десятка плюсом за то, что остановился на льду. Это экстрабалл. У меня 400. Ну, по баллам, слушай, не такой большой отрыв. Все равно хорошо. Так, ладненько. Пока рандом. Молодец. Ой-ой-ой, и что за урус такой? Урус уже хороший? Ты же хороший? А это новый 300 урус, ребята. И мы тоже с уроду 2-3 дня, наверное, как у нас он есть на проекте. Да, он очень хороший. Да. Вот только я про зацеп не знаю. Надеюсь, что зацеп такой себе. Там, короче, сумки Гуччи в багажнике. И самое интересное, шилди, где ламба написано, он прозрачный. 400. Так, двинься вправо, пожалуйста, сейчас я нафиг снипсу. 550. 841. Новенький урус. Неплохо. Так, это что было из-за приколы? Короче, зацепа у него нету, но он как-то решил крутануть, короче. Задницей своей. Ну, по итогу. Цепанул, улетел. Я уже раньше 230. По итогу 140, 150, вот 160. Пока вроде пытается оно что-то крутиться, накрутиться, но ничего не получается. Я вылетел. Все. 170, короче, по итогу у тебя, понимаю. Да. Продолжаем, ребятки. Что интересного на этот раз? Сам Мерседесик. Хуниган неинтересный. Это стандартная и опер. Кстати, вроде... Не, Солярис, к сожалению, не фуфло. Ну, выбор небольшой. Возьми Мерседес. Но Мерседес вроде как симпатяшный должен быть летающий. Хотя, может быть, не он. Опять тот же демон. Да. И это, кстати, прям настоящий демон. И, кстати, реношка тоже хорошая. Это, конечно, не чит вроде, но она хороша. Но она хороша тоже. Так, ну, демон специфичный. Он очень низкий. Казалось бы, быстрый, но тяжелый при этом максимально. То есть, он и летает вроде хорошо, но по массе падает рано. А Мерседесик... Ну, Мерседесик средненький, не самый топовый. 800, дядь. Да, ты быстрей. 612. Хорошо полетел. Встречу с поребриком там ждешь, нет? Ну, я пока лечу. Ну, самое интересное, ты реально хорошо улетел. То есть, я тебя уже не вижу на сонаре. Прям в скорости лепахи. Шашлендос, шашлендос. Ха-ха, пинцовод. Не знаю, что он там хотел сказать, но... Ладно, пускай будет шашлендос. Явно его там затроило немножко. Так, 210. Я прям на краю остановился. 220. Нифига повис, ребята, опасненько. Но жив целарил. Ну, слушай, пятихарточка, это хорошо. Так, ладненько, ребята, продолжаем. Еще буквально, может быть, 1-2 спуска. Посмотрим по времени. У меня интересно. У тебя летающий Брабос. 234 Порш и Спайдер 188. Казалось бы, тот прокачивание, а тот лучше. Ну, летающий Брабос. Тоже неплохая тачка. Может долететь, а может рикошетнуть. Как пойдет. Давай попробуем. Давай попробуем. О, у меня рабочий спойлер на Порше. Это уже неплохо. Это уже плюс один на карме мододела. 400. Ну, слушай, у меня типа опять 620. Типа по скорости то же самое. Полетел, ребята, Брабос. Да Брабос мне вообще в последнее время не нравится. На фоне других машин он, конечно, прям сильно уступает. Но зато летит здесь. А это главное. Так. 150 у меня. Я выпилился серьезно. 150. Я опять 500 взял. Да ладно тебе, серьезно? Да, отвечаю. Чисто прям гол? Да ладно. Неплохо. Повезло, Димон. Да, что творит молодой. У нас финал. И на самом деле отыграть пятихаточку было бы сейчас приятно мне. ЛФА не самый идеальный. Но на нем придется и ехать. Другого, как говорится, нету. Так, у тебя три тачки. Sky 50-50. Непонятно какой. Что еще есть? Порш. Порш, он уже получше, симпатичнее смотрится. И гонщий болид. Серьезно? Ты скорей что-нибудь взять? Да, я скорей. О, прикол. Гонщий болид, ребята, может быть не самый быстрый. У нас их штук пять. И на самом деле едут только два прям хорошо топового. Остальные уже такие среднички. А вот что-то ты не взял Porsche, я не знаю. Хотя Porsche тоже 911 у нас. Непонятно чего. Слушай, ЛФА не та. ЛФА не та. 540 все. Даже медленнее, чем при выдачной тачке. Да. А вообще, ребята, есть ЛФА, который 300 под капотом. И вот он прям хороший. Можно крышу как-то? У него такая радостная крыша, что на самом деле он может скользить далеко и прикольно, но видать не сегодня. 160. Ну, я все. На, я пораньше остановлюсь, ребята. 140. Хотя крыша, крыша, крыша. Я вылетел 180. Да ну нахер, ребята, тайм-коды. Я, короче, ты понял? Я почти вниз уехал. Она назад откатилась, вперед. И, короче, я хрен знает, как так получилось, но она удержалась. Чисто на крыше решила проехать. Но я думаю, что он быстро перевернется. Хотя пока масса есть. Ладно. Блин, короче, ребят, знаете, как сделаем? Я, наверное, сделаю обрезочку, чтобы ролик не затягивать. И до куда доедет, там уже продолжу. А он решил сразу что-то. Я понял. Никаких обрезок не будет. Он не такой, он не из тех. Ему обрезание не нужно ролика. Я понял. Не идет трамвай. Короче, ладно, ребята. Баллы вы видите на экране. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока, ребят.